Капитальный ремонт кровли дома 243 на улице Юрина был сделан 8 лет назад. Но уже через год вода с крыши потекла в квартиры жильцов. Теперь дождь для них идет не только на улице, но и дома. Страдают от этого все квартиры с третьего по пятый этаж. Во многих из них уже не раз приходилось делать ремонт. Вода в буквальном смысле течет по стенам потоками. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Мы два раза подняли тариф на капитальный ремонт. Мы произвели экспертизу крыши, соответственно. Мы прошли комиссии все, которые нужно было пройти. И на данный момент мы до сих пор находимся в резерве. По результатам экспертизы состояние кровли оценивается как ветхое и недопустимое. Но капитальные работы запланированы не раньше, чем на 2029 год. Управляющая компания проводит латочный ремонт, но этого, говорят жильцы, недостаточно. Нам все время говорят, потерпите, потерпите. И вот на следующий год мы обязательно сделаем крышу, только вы повысьте тариф. Мы каждый год повышаем тариф. Бесполезно. Жильцы ежемесячно платят по 9 рублей с каждого метроплощади. За год они собирают почти 600 тысяч. Большая часть средств уходит на текущее содержание здания. Для того, чтобы провести капитальный ремонт крыши, как нам сообщили в администрации города, потребуется не менее 12 миллионов рублей. На данный момент таких денег у регионального оператора нет. Грибок, вот он идёт, я его счищаю, и постоянно хлоркой счищаю. А так у меня вот такие вот висят, прям вот как, ну, белый такой это. Это как дожди пройдут большие, косой особенно дождь. Но помимо этого вода нередко вызывает проблемы и с электричеством. Порой она просто вытекает из розеток. И поэтому жильцы дома уже не первый год задаются вопросом, кто же должен отвечать за возможную смерть от удара током. Артём Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.